Доброе утро! Сегодня 12 июня, мы традиционно 15.80, в городсовете узнаем, что произошло за прошедшие сутки. Доброе утро! И расскажите, какие события были? За прошлые сутки у нас поступила информация о двух чрезвычайных происшествиях. Первое, это на улице Патриотичной, 79, в Крутонб-Берегу горел сарай с дровами, причины возгорания сейчас выясняются. И второе, это на маршруе Березова, 49, сбито пешехода, 59 лет, который переходил в неустановленном месте дорогу, доставлен с травмами в больницу, серьезные травмы, перелом левой умилки, раны концовок лица, так что в травмпункте будут оказывать помощь. По коммунальным службам у нас есть ряд отключений. Новых? Новых, да. К счастью, у нас включили типо пункт 68 и 71, остаются в мелкие уже отключения. По горячей воде... Там решили в облоте отключать уже? Ну, пока, вроде бы, в ближайшее время пока не планируется. Ну, скажем так, что официального предупреждения, по крайней мере, у меня на руках не было, что собирались отключать и два типо пункта. То есть, обычно такие письма идут через мое дело, но я же говорю, конкретно по тому случаю, я не знаю, было письмо, не было, я точно утверждать не могу, но, скажем так, что для нас это стало неожиданностью в тот же день был отключен. А автоэлектротранс что-нибудь увеличит? Чем будет отключать? Тоже есть у меня такая информация, но вроде бы пока конкретно ничего не говорят нигде, никакие именно их нитяговые станции будут отключать. Ну, пока вроде бы... Ну, это правильно я понимаю, это частично станут троллейбусы, если они отключатся? Да, да. Если они отключатся тяговые по станции, ну, я думаю, что они будут отключать в тех же местах, где отключали в прошлый раз. А в прошлый раз у нас троллейбусы не ходили на рассошенцы и не ходили в район автовокзала. То есть кольцевой разворачивался в районе Герой Сталинграда, а тут разворачивались в районе остановки. По отключениям. Значит, у нас сейчас отсутствует горячая вода в домах по Великотеновской 1А, Алмазна 5-7, Стишенко 1-3 и Огнивска 8. Значит, разные причины. Это и порывы теплосетей, и установка тепловых счетчиков, и проведение раскопок. То есть, в принципе, я думал, что ненадолго, думаю, в ближайшее время должны запустить. По газу у нас остаются дома. Были по уроку 15-17, Богдана Хмельницкого 34, Уютная 22. Везде зафиксирован выток газа. Службы сейчас пытаются попасть в квартиры, но во все квартиры есть доступ. По электроэнергии у нас информация об отключении Комарова 2А, это полтава, теплоэнергия. За долги, но это включение их не офисного здания. Я понимаю, что я вам сейчас представляю, как они работают, потому что телефоны прямой у них работают с нашей службой. Но, по-моему, те стационарные, которые звонят жильцы, не работают. Ну, будем помогать, будем принимать заявки, будем передавать. И по уроку 25, информация об обрыве электросетей, тоже пока на данный момент остается без света. Я прошу прощения. И по погоде у нас на сегодня обещают температуру 23-25 градусов, в принципе, днем обещают без осадка. Оба энергия будем стараться держать всех в курсе по ситуации, которая у нас будет складываться. Ну, по той информации, что дали мне, и то, что я, скажем так, высчитал в средствах массовой информации, вроде бы они сейчас, да. Если они будут продолжать отключать теплосеть, теплопункты, то только в том случае, если он подает только горячую воду. То есть там, где есть подача идет холодной воды, они уже отключать не будут. Но будем надеяться, что вообще не будут отключать, потому что... Вообще сложности опять будут страдать люди, получается? Да, 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 совершенно верно. Сегодня будет не будет переграждать улицы, сейчас собираются возле вечного полиция и строй техники. Планируется на сегодня возложение, я думаю, что все меры безопасности будут там приняты. Скорая, полиция, все там уже на месте, уже собираются. Так что, я думаю, что все будет хорошо. Да, планируют переграждать улицу, но будут смотреть там по количеству народу, которое придет на это. Но, думаю, скорее всего, что там. Да. Ну, всем хорошего дня. С вами до сада. Продолжение следует...